Здравствуйте, я Маша Ефросинина и у меня, как всегда, очень интересный гость. Гостья необыкновенная, не похожая ни на кого. Ее появление на телеэкранах в свое время вообще сломало все стереотипы. Но самое главное, заставило поверить в себя миллионы, миллионы женщин нашей страны. Верит ли она сама в себя? Сегодня я с ней об этом поговорю. У меня в гостях Руслана Пысенко. Руслана Пысенко. Актриса, телеведущая, улюбленница миллионов человеков и женщин. Погоду с пышнотилою Пысенкою смотрела вся страна. Та мало кто знал, что оховается за известным телом. Какие глубокие раны ятрят ее сердце. А когда ты почувствовал, что ты отличаешься от своих одноклассников? Який человек разбил ее сердце, завдавши неимоверного болю? И почему она на відріз отмазывается называть его имя? Он известный? Конечно. Первая любовь твоя был известный человек. Как легендарная погода змусила Руслану снова поверить в себя. Мужчины детям не разрешали на спокойной ночи малышей переключить, потому что им нужно было посмотреть на Руслан. Алло, здравствуйте. Это Виктор, это Руслана. Заряжу, всех заряжу, если не будешь моя. История злетев и падень. В моей жизни это был первый раз, когда у меня вообще не было работы. Бородьбы та расчарувань. Но нельзя хотеть сильнее, чем мужчина. Уникальная женщина, что впервые перетворила зайву вагу на настоящие украинские надбанья. Руслана Пысенко. Привет, Руслана. Я тебя очень рада видеть. Я должна отметить, что ты великолепно выглядишь. Сегодня ты сидишь на диетах? Ну, систематически, да. Все-таки? Конечно. Это уже определенные диеты, какие-то режимы. Я тоже знаю. И мне кажется, что очень важно для каждой женщины знать, от чего она поправляется и от чего она худеет. Когда ты знаешь, гораздо проще. Ну, например, есть женщины, которым категорически нельзя есть помидоры, потому что они от них поправляются. Я знаю, что мне нельзя помидоры смешивать с хлебом. Но нельзя. Оказывается, что помидоры это не овощи, это ягоды кислые. Их нельзя смешивать с мясом, с рыбой, с помидорами. Так пока все женщины сейчас не пошли и не выбросили помидоры из холодильника в мусор. Давай мы... Нет, можно есть помидоры. Это конкретно индивидуальный твой пример. Это мой пример. Не проще, например, навсегда лишить себя тортов, заварных пирожных, печенька, конфеток? У меня этого, кстати, нету. Нет этого, да? Это вот мой муж, это да, он любит всякие там... Вот то, что ты перечислила, я даже не буду вслух произносить это. А я нет. Спорт. Периодически да. Что это? Пробежки? Это посещение фитнес-клуба, это плавание, это беговая дорожка. Но я по ней всегда быстро хожу, я не бегаю. Я не бегаю по одной простой причине, потому что я в детстве очень много падала с деревьев, с велосипедов, проваливаются ямы и так далее. И у меня очень много травм. А ты с детства была пухтиком таким? Да, да. Вот этим вот ты была классическим, полненьким ребенком? Ну, не совсем классическим, но я была очень подвижная. То есть я не была, знаешь, такая, знаешь, пухленькая девочка, которая все время булочки ест. Нет. Я была сорвиголова. А что, подкармливали ли тебя маму, бабушке? Почему это случилось? Папа любитель покушать, потому что он прям вот с самого раннего детства, уже в 6 лет он жарил себе картошку. И как-то, видимо, ему все время хотелось кого-то накормить. Видимо, это какая-то вот... А тут дети появились. А тут дети. И папа был в командирухах в основном, потому что он кинооператор. Поэтому мы редко видели его дома. Когда он приезжал, у нас начинались какие-то пиры, мама готовила пироги, и папу встречали, ждали, знали, что приезжает папа, будет какое-то застолье, друзья. В общем, такое-такое. И как-то папа пытался все время, видимо, на радостях накормить чем-то. Он очень хорошо готовил. И, так сказать, видимо, мы привыкли к каким-то вкусняшкам с детства. Может быть, больше ели, чем надо. А когда ты почувствовала, что ты отличаешься от своих одноклассников? Ну, пытались тебя обидеть? Дело в том, что я же скорпион по гороскопу. Скорпиона нельзя обижать. Иначе что будет? Иначе скорпион выставляет свое жало. Если кто-то хотел ко мне прикрепить какое-нибудь прозвище, то я, вот, так сказать, в этом состоянии такого, как это... Защиты. Защиты, да. Защиты. Я могла прилепить такое прозвище человеку, что он до сих пор, вот уже сколько лет после школы прошло, а прозвище осталось. Друзей много было у тебя? Я нам, конечно. Потому что, во-первых, я была заводилой. Я была таким своим, рубаха-парень такой, своя в доску. Я придумывала игры какие-то. Мы, да, иногда за это я получала, потому что я могла детей подбить на то, чтобы пойти... Мы жили в военном городке авиационном, и там было кладбище самолетов. Я подбила детей, и мы все уже, так сказать, смеркалось, а всем пора было идти домой. Ну, я сказала, а идемте строить самолеты. Ну, и мы пошли, потому что все пошли за мной. Вот. И мы пошли строить самолеты, я провалилась в самолет. Через какое-то там окно, через иллюминатор я провалилась в самолет, я не знаю, что там было, какие-то палки. Я поранилась, дети не могли меня достать. Потом, естественно, родители уже с фонариками бегали по всему военному городку. И, в конце концов, меня, конечно, оттуда извлекли. Я получила ремня. Получила, да? От папы? От мамы. Ну, папа был в командировках. Мама сражалась со мной и с братом, так сказать... Ремня. 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 И кто влюблялся в такую шаловливую девчонку? А вот с этим влюбляемостью была проблема. Я больше дружила с мальчиками как-то так. А вот что касается того, чтобы пойти за ручку где-то, пройтись по парку или... Цветы подарить, портфель поднести, сходить в кино, может быть. Ну, да, какое-то кино. Целоваться где-то в темном подъезде. Ой, Маша, такой говоришь. А что, говоришь, и делала еще? А что говорить-то? Вот. А вот этого не было. Потому что меня больше воспринимали... Я серьезно говорю, меня воспринимали просто как друга, наверное. Не задевало тебя это? Конечно, задевало. Задевало. Ну, конечно, ну что ты, ну... Задумывалась почему? Существовали всегда стереотипы. Конечно, задумывалась. Нравились вот эти глотуры. Да, нравились вот у нас девочки. Да, вот у нас девочки. Кому можно было, Руслана, на это пожаловаться в твоем детстве? Если не маме, поплакать. Подруге, может быть. Мне казалось, что это немножко стыдно говорить подруге о том, что мне нравится мальчик, а я по этому поводу плачу, да. Ну, то есть ты не хотела свою слабость показывать? Конечно. Я, кстати, в этом смысле не изменилась абсолютно. А когда у тебя появилась первая любовь? Ой, это уже во взрослом состоянии. Встретились два человека, которые взаимно были друг другу интересны. Ты помнишь этого человека? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, я не скажу, кто это. Почему? Ну, потому что я не скажу, кто это. Он известный? Поява нестандартной писанки на телеэкранах змусила миллионы жёнок в Украине поверить в себя. А что касается женщин, которые писали мне письма, и до сих пор продолжают писать уже в электронном виде, с благодарностью. Але что відчувала сама Руслана? А удовлетворение тебе приносило ощущение от того, что вот тот мужчина, который разбил твое сердце, сейчас видит, как ты успешен? Чому писанка відмовилася від перспективної карьери в Москві и повернулася в Украину? Полтора года в Москве были тяжелейшие. А ты вернулась из Москвы, потому что там была невмоготу, или потому что не хотела терять семью? Что почула вона, повернувшись на батьківщину? Ну, что ты туда пошла? Ну, что ты не сиделась в Москве? Что ты поперлась на этот паркет? Ты же ничего не можешь. И почему после участия писанки в танцах с зерками распався и шлюб с первым человеком? У тебя не было романа с твоим партнером. История расчарувань на шляху до справеднего кохания. Отверто Руслана Писанка. Вже замыть. Встретились два человека, которые взаимно были друг другу интересны. Ты помнишь этого человека? Ну, конечно. О, конец-то. Ну, я уж боюсь. Ну, я не скажу, кто это. Почему? Ну, потому что я не скажу, кто это. Он известный? Конечно. Да ладно. Да. Первая любовь твоя был известный человек? Первая любовь. О-о-о. А почему не скажешь? Ну, потому что это был тайный роман. И он продолжает оставаться тайным. Сколько тебе было лет? Слушай, ну, я взрослая была. Я на телевизии уже работала. Ну, 30, наверное, да. Я приближалась, кажется, к возрасту Христа. Что-то в этом роде. Ну, тогда логично. Тогда ты влюбилась сильно первый раз. Это было взаимно. Он был известный. Имя моего не называем. Страшно. Мне уже все нравится. Нет, ну ладно. Нет, тогда он не был известный. Он благодаря мне стал известный. Браво! Браво! Ну, зачем же имена? Ну, просто, знаешь, у человека есть своя жизнь. У меня тоже своя жизнь. Зачем же эти имена? Просто... Я понимаю тебя. Я это уважаю. Ну, а зачем? Мне не нужно. Роман закончился мирно, спокойно или драматически? Для тебя. Меня интересуешь только ты. Роман закончился очень-очень тяжело для меня. Я не увидела перспективы. Перспектива, в твоем понимании, это замуж? Перспектива, это значит... Ну, я не то, чтобы хотела замуж, да. Просто я... Ну, либо видела этого человека, мы идем вместе по жизни, да. Либо, так сказать, не вместе. А уж в каком-то там с печатью или без печати, это уже не имеет значения. Но когда я поняла, что у человека нету таких планов, и он даже мне об этом сказал, за что делает ему честь, что все-таки он сказал, что недостаточно сильно меня любит. Это ужасная фраза, но я долго ее переваривала, и потом в конце концов я поняла, что этот шаг нужно делать мне. Он его не делает, потому что, ну, ему все устраивает. Он сказал, да, его все устраивает. Ну, его все устраивает, понимаешь? При всем при том. Поэтому я подумала, что раз недостаточно сильно, значит, никакой перспективы, и все равно рано или поздно этот роман закончится. Понимаешь? Что, многие ждут десятилетиями? Пока они разорвут, мужчины разорвут свои прежние отношения и уйдут все-таки к ним. Примеров, когда люди ждали-ждали, и так не дождались ничего, и теперь пребывают в достаточно преклонном возрасте и в полном одиночестве. А потому что они ждали, когда же та вторая половина вдруг созреет. Так не бывает. Я хотела быть с ним, и я хотела, чтобы он хотел быть со мной. Ну, ну, она же, аппетиты растут, правильно? Хотелось замуж, хотелось семью. Ну, дальше хотелось, да, хотелось создавать дальше вместе, строить, возможно, и семью, и, возможно, идти в бежу. По жизни вместе. Вместе что-нибудь создавать, какие-нибудь там проекты или что-то такое. Вот. Но нельзя хотеть сильнее, чем мужчина. Это первое. И нельзя хотеть управлять другой жизнью. Нельзя построить мужчину под свою жизнь, под свои какие-то планы. Нужно, чтобы мужчина этого сам хотел. То есть мы можем резюмировать эту историю как то, что женщина в общем, если честна, сама с собой, может сразу почувствовать, есть перспективы у этих отношений или нет. И ты бы рекомендовала не затягивать их, если чувствуешь, что перспектив нет. Не выпотрашивать и не тратить себя. И не думать, что если он, например, мужчина выпил сегодня, это случайность, это какое-то мгновение, завтра будет лучше. Нет. К сожалению. Не будет. Будет только хуже. Единственное, скажи мне, и мы закончим это. Эта история случилась личная до легендарной погоды, в период этого проекта или после? Потому что я хочу дальше поговорить об этом. Это приблизительно до и в период. Ну потому что, я поняла, я поняла, потому что феномен ее, вот эта химическая реакция, с которой ты, собственно, которой ты воздействовала на миллионы украинцев, но она ведь просто, я не знаю, она фантастическая. Но мы раскопали, ты не понимаешь, какими усилиями. Почему вы раскопали? ВХС, кассеты? Да нет, кусочка этой погоды, оказывается, ее так нелегко найти. Просто, чтобы освежить в памяти. Эту музыку я тоже, между прочим, сама сделала. И графика твоя, да? Ну, делали художники. Виталий вас в студии Руслана Писанка с информацией про погоду. На большей части Европы суха погода, ее замовлюет Ант Циклон с центром в районе Лондона. Нестойка погода у Скандинавии. Циклон над Балканами викликает дощ над этим регионом, а также над Півнем Италии и Греции. С желанием оптимистично почати робочий тиждень, незважаючи на примки погоды. Я прощаюсь с вами до наступного зустрічі на канале Интер. Счастливым! Как я устала! За 7 лет? Ну, Маш, это просто... Ты понимаешь, что погода становится, как почистить зубы каждый день? Я понимаю. Да, это... Да. Людям не очень легко объяснить, поэтому люди ведь видят другое. Они ведь видят то, что после первого-второго эфира Руслана Пустенко стала секс-символом страны. Ты это тоже отрицать не можешь. У всего есть же свои обе стороны. Ты была настоящим секс-символом. Тебя так и подписывали в журналах, и об этом были все твои интервью. Ты произвела фурор. Это правда. Каково это было тогда тебе? Честно говоря, я не ожидала, что будет какой-то успех. Я думала, ну, вышло там, что-то такое, что-то себе там сказала и ушла. То есть для меня это не было событием. Первый день все были в шоке. Во-вторых, начались звонки журналистов. Причем я целый день отвечала на звонки журналистов. Они приезжали. А что хотели? Спрашивать, кто, что я... Почему, да? Да, почему я... Что это такое? А что вы думаете? А вот вы там нестандартная внешность, и так далее, и так далее. То есть ты понимаешь, что люди привыкли к определенным образом. Конечно. И ведь это могло не выстрелить. Поэтому я на это не делала ставку. Думаю, ну, поржут, поржут, да и... Потому что я понимала, что с такой фактурой появиться на телевидении в качестве ведущей, наверное, ну, можно ожидать разную реакцию от зрителей. Вот. Я очень боюсь всегда банальных каких-то клише, но сейчас это не банальность, это норма. Какое количество женщин ты спасла ментально? Какому количеству женщин ты дала уверенность в том, что необязательно быть глянцевой красоткой? Вот это меня больше волновало и волнует. И мужчины детям не разрешали на спокойной ночи малышей переключить, потому что им нужно было посмотреть на русла. Социальный твой, извини меня, взнос положительный, да, вот мы в общественное сознание не оценим. А что касается женщин, которые писали мне письма, и до сих пор еще продолжают писать, уже в электронном виде, с благодарностью за то, что я помогла им поверить в себя. Потому что они стали одеваться по-другому, они не боятся, они не прячутся, они не прячут свою грудь, они не прячут свои бедра, они все это подчеркивают, скрывают недостатки, они несут себя. И у них появилась любовь в жизни, у них появилась надежда, надежда, семьи завели, у них появилась работа. И они мне писали, спасибо большое, что вы поверили, что вы помогли. Почувствовала эту волну? Всеобщего обожания мужского. Ну, почувствовала же. Алло, здравствуйте. Это Виктор, это Руслана, да. А говоришь сейчас не как Виктор, как Ашот говоришь. Я тебе, да, я Виктор, да, я хочу, я хочу тебе, я хочу тебе, хочу на тебе жениться. Заряжу, всех заряжу, если не будешь моя. Мой. Мне казалось, что это люди такие, знаешь, спортсмены. Вот им было... Спортивный интерес? Да, да, им было интересно. Тогда еще и селфи не снимали, тогда не было еще мобильных телефонов. Вот, говорит, а вот я тут, тут списанка, типа отдыхаю, да. То есть такого не было. Но, тем не менее, прихвастнуть где-то, что я там пил кофе, там, или, может быть, я лежал в постели, может быть, или... Вот, вот, ты говоришь, пил кофе, соблазнить, вот спортивный интерес. Да, да, да. Очень обидный, к сожалению. А удовлетворение тебе приносило ощущение от того, что вот тот мужчина, который разбил твое сердце, сейчас видит, как ты успешна? Абсолютно нет. Никакого удовлетворения. Потерял вот такое? У меня нет, нет, Маш, я совершенно по-другому устроена. У меня нет такого, что, нет, я докажу ему, что я классная, он потом будет грызть себе локти. Это в сериалах такое бывает. Но, возможно, и в жизни. Я, честно говоря, в жизни это не встречала. Возможно, в моем окружении. То есть ты вычеркнула и вычеркнула? Да. Не сложилось. Не сложилось. Не срослось. Вот. И потом есть еще тот же один хороший совет. Не нужно обвинять мужчин в своих бедах. Если ты решила, что ты локомотив, а все остальные поезд, включая мужчин, тогда не плачь, что тебе плохо. Правильно? Научись быть поездом. Или вагончиком. Таким розовым вагончиком, в котором едет прекрасная, очаровательная принцесса. И поверь, этот локомотив всегда будет вести тебя. Когда ты встретила Ивана, своего первого гражданского мужа, ты уже стала тем розовым вагончиком, о котором ты говоришь? Я... Он был оператором. Вы познакомились в Артеке. Я быстренько предысторию расскажу. Да? И роман закрутился. Вы были публичной парой. Он с тобой везде появлялся. Вы участвовали в шоу. Но было видно, что он достаточно жесткий парень на людях. Ну, да. Что ты при нем была такая... Ну... Не сказать... Ну, не розовый вагончик. Я не розовый вагончик. Да, я не розовый вагончик с принцессой. Нет. Пять лет гражданского брака в твоем самом соку, в самом расцвете. Ты звезда телевидения. Да, Машенька, только... Да, но только ты должна понимать, что в это время я вообще-то работала в Москве. И жила там. Ты проработала там полтора года. Иван остался в Киеве жить. Он тебя отпустил со спокойной душой? Как вы приняли это решение? Нет, конечно. Ну, как, решение принимала я. Человек по имени Иван очень боялся ехать туда и быть рядом со мной. Как ты его назвала? Активый мой бывший муж или Ваня. Человек по имени Иван. Ну, что, с ним пять лет жила. Вот. Но дело в том, что... Ведь есть какие-то поступки, которые совершают мужчину или не совершают, да? И женщины дают какую-то определенную оценку. Если человек боится ехать, боится приехать, например, в Москву, потому что он боится, что там где-то какая-то будет, ну, вдруг что-то с регистрацией, там будет какая-то неприятность или что-то такое. То есть он этого боялся больше, чем желал быть рядом со мной. То есть я считаю, что если мужчина хочет быть со мной, его ничего не остановит. Он придумает что-то. Как выкрутиться, как выкрутиться. Да, это правда. Получилось так, что я чаще приезжала, чем... Что семью удерживала ты. А был ли мальчик? Есть видео у нас. Не знаю, был ли мальчик, но в нашем видео мальчик есть. Я хочу, чтобы ты его посмотрела. Я хоть и работал в сфере творческим оператором, у меня тоже было все на ногах, в поездках. Ну, жизнь такая не была ровненькая. Ну, как с Русланой я, так сказать, сошелся или как-то, говорят, связался, но так не подходит слово. То все поменялось еще в более такую расшатанную, неопределенную сторону. Он меня чему-то научил, научил самому главному. Он говорит, никогда не бывает потом. Никогда не бывает завтра. Я стала поддаваться ему. Это единственный мужчина в моей жизни, который на меня оказал такое серьезное влияние. Иван был первым мужчиной, который вошел в мой дом и первым делом сказал, «А, слушай, а где лампочки?» Я говорю, не знаю, где-то есть, наверное. Потому что у меня не работали лампочки. Я по квартире передвигалась торшером, который единственный еще был с лампочкой. Я освещала им ванную, кухню, спальню, гостиную, коридор. И когда он это увидел, он говорит, я такого никогда не видел в жизни. Я говорю, ну, знаешь, у нас у артистов такие причуды случаются. Однажды мне на какой-то съемке в Москве увидели моего ваню. И один очень уважаемый человек сказал, надолго его одного не оставляй. Вот я стараюсь следовать советам старышка. При первой же возможности я сказал, говорю, мы должны быть или вместе, или нас просто как в ручье. Вот поставь руку чуть в сторону лево-право, тебя разведет. Вот так руки сделай, тебя разведет руки. В сюжете ты о нем говоришь, как об очень таком основательном мужчине, который все исправил, настоящее плечо, влюбленная достаточно такая вся. А сейчас... Наверное, я думала, что мы вместе. Тут человек, Иван. Ну, так, видимо. Чем тебе разочаровали эти отношения? Ты же ведь и их прекратила, правильно? Ну, в какой-то степени да. Знаешь, когда происходит накопление, когда человек, например, не совершает те самые поступки, то есть не бежит, сломя голову к тебе. Какая разница, придумаем что-нибудь, решим, регистрация. Это не важно, я хочу быть с тобой. То есть максимально демонстрирую я свою вот эту... Вот эти моменты безумия, они должны быть, потому что иначе тогда женщина не понимает, любят ее по-настоящему или нет. Москва – это город, который меня съедал энергетически. Нехорошо тебе так было? Да, мне было нехорошо. Мне там было, во-первых, летом холодно почему-то, зимой неуютно. Видимо, это не мой город по менталитету. Как сейчас у тебя складываются отношения с Москвой? С теми твоими приятелями, с теми антрепризами, где ты играла весьма успешно. Вы же объехали всю Россию с некоторыми спектаклями. Какова сейчас картина происходящего в отношениях твоих с Россией? Пока сейчас тишина. С некоторыми... По обоюдному желанию ты отказываешь в предложениях или предложения не поступают? Маша, предложения поступают, особенно в прошлом году. Меня просто практически атаковали теле- и радиоканалы. Что предлагали? Они ничего не предлагали. Предлагали, чтобы я приехала, выступила в каких-то политических шоу. Я знаю, что 100% я могла бы попасть в состояние провокации. Поэтому я отказывалась. Это я понимаю и разделяю это твое решение. А что касается любимых спектаклей твоих, твоих коллег, твоих друзей? Пока тишина. Ты вышла из всех антрепризов? Я не вышла, просто они сейчас не зовут меня, ну, видимо, учитывая все сегодняшние реалии. А ты бы поехала, если бы звали? Ну, наверное, нет. Почему? Хотя точно не могу сказать. Когда у нас образовался кризис, и я здесь почти год вообще была без работы, то есть в моей жизни это был первый раз, когда у меня вообще не было работы. Какой это был период? Это был 2009-й год. Ты говорила, молчал телефон каждый день. Молчал телефон, и ты знаешь, главное, что я умудрилась сделать какое-то количество долгов, и у меня не было ни денег, ничего. То есть я просто сидела без ничего. Занимала деньги на жизнь? Жизнь, да. Я занимала деньги. Тебе не на что было жить? Не, не на что было жить. И ты брала в долг? Да. Поэтому, а денег на жизнь не было, на хлеб не было денег. Так, что он может продать машину. Так вот, тогда в кризис эти люди давали мне работу. То есть только они звали меня, я ездила и заработала. Это московские антрепризные спектакли. Я стараюсь, если есть возможность отказаться от чего-то, от чего-то, что могло бы на сегодняшний день привлечь негатив и в мою жизнь, и в жизнь других людей, которые будут этот негатив, так сказать, изрыгать, то мне бы не хотелось бы. Я услышала одно, что ты сейчас здесь, и негатив, и вот это вот страшное агрессивное месиво, в которое превращают наших артистов, ты не готова выдержать. Ты проще откажешься. Я стараюсь придерживаться этого правила. У тебя это получается. Ну что, второй приход Русланы Пысанки на украинские, так сказать, подмостки успеха это танцы со звездами. Ну правда. Слушай, это был прекрасный мостик для того, чтобы мне удрать из Москвы, но знаешь как, если ты возвращаешься, ты должен вернуться еще круче. Как бы на гребне взлететь, а не так, ну приехала на чемоданчике, посидила. Написано, вернулась из Москвы, и теперь буду у вас жить. Я уже понимаю, что это не для тебя такой подход. Мы же сразу должны масштабировать. Не тяжело тебе было физически танцевать? Сердечко не пошаливало у тебя? Я умирала. Вы сколько часов по шесть тренировались в день? Шесть? Нет? Сколько? Восемь, девять. Это только танцев. Я не говорю о примерках, поездки к оркестрам в гости. Репетиции, да? Придумывания, ну и так далее. Создание костюмов. То есть несколько месяцев это была тотально твоя жизнь? Маша, я просто умирала. И выворачивала ноги. Они уже не держали меня. Послать ты это все не могла к такой-то матушке, да? Потому что это... Понимаешь, Маша, на фоне возвращения на фоне возвращения из Москвы я должна была умереть, но практически победить. Ты в тот момент еще находилась в отношениях с Иваном. Ты вернулась с Москвы. Ну да. Сразу вскочила в эти танцы. Конечно, мой вопрос прозвучит наивно, как он на все это реагировал. Давай сформулируем его по-другому. Как вы сохраняли отношения в том, что ты продолжала нестись по какому-то своему пути? Ну, каждый день встречал меня вопросом, зачем тебе нужны эти танцы. Не поддерживал? Нет. А я говорю, а ты как хочешь, чтобы я вернулась в Киев, сидела здесь и писала письма, что я вернулась, давайте что-то будем со мной делать. Да, я вернулась из Москвы. Я говорю, я сейчас должна своими действиями... Ну, я объясняла человеку все как есть. Я ничего не скрывала. Я должна пройти достаточно далеко. То есть, понимаешь, люди, которые, ну, предположим, меня любят, любили и ждали, если они увидят, что я, знаешь, как корова на льду два раза хлопнула, два раза топнула, упала, и меня выгнали. То есть, они же скажут, они же скажут, эти же люди, которые скажут, ну, что ты туда пошла, ну, что ты... Что тебе не сиделось в Москве, что ты поперлась на этот паркет? Ты же ничего не можешь. Понимаешь? То есть, получается, тебе было важнее, что скажут о тебе люди, чем то, что говорит тебе твой муж? Ну, во-первых, он не был мужем. Гражданский муж, извини. Понимаешь, какая штука? Я вот попыталась объяснить этому человеку, что когда мы познакомились, я уже... Представляла из себя. Да, я уже из себя что-то представляла, и можно было предположить, что мои творческие планы всегда будут немножечко не такими, какими бы он хотел, чтобы они были. Он не хотел делать из тебя домохозяйку? Или было такое? Ну, не факт, не факт. Ему было бы гораздо лучше, чтобы я сидела, видимо, дома. Ты любила его? Какой-то казался момент, но опять же, в этой суете, когда ты точно не знаешь, кто тебе нужен, и правильно ли ты делаешь, что соглашаешься быть рядом с человеком, который ради тебя не готов совершать поступки, ты соглашаешься быть человеком, который не поддерживает тебя в каких-то движениях, и, кроме всего прочего, еще и страшно ревнует к партнеру, например. И это было явно... Касас партнеру Кулика Валенко. Да, это было явно, это было не прикрыто, это было ужасно. Может быть, у него были основания для этой ревности? Не знаю. У тебя не было романа с твоим партнером? Нет. Я же не балерина. Не любила, ничего не держала. Почему оставляла-то эти отношения? Вот. Почему они не существовали? Ну, вот потому что. Вот так как-то... Как-то никогда было навести порядок. Чуть женский ответ. Потому что. Да, никогда не было времени навести порядок. Ты себя все время занимала чем-то, какой-то деятельностью. Но после танцев ты их разорвала. Потому что на танцах произошла такая вот ситуация, которая еще глубже, убедила меня в том, что нужно с этими отношениями рвать. Расскажу пример. Когда в нашем проекте принимал Макс Нелипа участие с очаровательной девушкой. Просто там душка такая, прямо зажигалочка, такая красавица. Понятное дело, что любая жена на месте, на своем месте, да, то есть, знаешь, что муж ходит и занимается с молоденькой, симпатичной... По 10 часов. Да, по 10 часов. Проводит с ней в одном зале. Конечно, логично, что у них... Она, конечно, тоже как-то возникает, какие-то вопросы и так далее. Значит, так вот, я восхищаюсь женой Макса Нелипы. Она сказала, ребят, я буду вам помогать. Я буду контролировать вас, не выкупно. Нет, нет. А как? Во-первых, когда ты танцуешь постоянно, нужно питье и еда. Это постоянно. То есть, ты как бы, знаешь, вот батарейка села, быстренько раз, какой-то сок выпила, о-о-о, хорошо. Мудрая, мудрая Тома Нелипа выпаивала их соком. К чему это рассказываешь? Тебе бы хотелось, чтобы Иван так бы себя вел, как Тома. Когда Ивану сказала, приходи. И заодно увидишь, что ничего нет. Он говорит, нет, я не буду этого делать. Гордыня, да, такая была. И тебя достало это все, да? Ну, в общем-то, да. Было несколько некрасивых сцен, о которых я не хочу говорить. Вообще не хочу говорить плохо о людях. Потому что мне есть, что сказать плохо, но я не хочу. Вы плохо расстались? Не поддерживаете отношения? Нет. Ты вышла из танцев все равно победительницей. Ты привела себя в форму, ты получила новый заряд энергии, ты была открыта новым, новым перспективам, которые почему-то волею судьбы не случились. Случился вот тот кризис, о котором мы с тобой упоминали ранее. Что такое для человека, пережившего феноменальный успех, живущего в нем около уже, получается, десяти лет, что такое, когда у тебя 300 дней в году не звонит телефон? Ее другие серьезные стосунки снова закончились фиаско, и она поставила замок на сердце. Почему зерка СНД масштабу в одну мить стала никому не нужной? В этот момент я вспомнила о многих известных людях, которые умирали в нищете и в одиночестве. Как соцмережи круто сменили ее життя. Значит, во мне такой дракон проснулся. И кто таки смог растопить ее расчарованное невдачами сердца? Ты поняла, какого ты хочешь мужчину? Да. Потому что написала портрет этого мужчины. В смысле написала? Вражающая, отвертая история Русланы Писанки уже замыть. Что такое для человека, пережившего феноменальный успех, живущего в нем около уже, получается, 10 лет? Что такое, когда у тебя 300 дней в году не звонит телефон? В этот момент я вспомнила о многих известных людях, которые умирали в нищете. И в одиночестве. И я вдруг подумала, что это, конечно, тут не идет речь о смерти, но очень похожая ситуация, когда вдруг ты перестаешь быть кому-то нужен. Во-первых, я обрадовалась вначале. Подумала, ну вот могу отдохнуть, потому что я же без отдыха. Я же арбайтен, арбайтен, но это же дисциплин. Сколько ты так отдыхала? Сколько делась радость? Не долго. Ну, месяцы, наверное. Месяц я отдыхала, то есть я занималась какими-то своими делами. Я начала занимать деньги. И я... Но вечно же нельзя занимать. Год это все-таки очень долго. Нельзя, конечно, нет. И долги нужно отдавать. Да, да. А что с мужчинами происходило в этот период? Ничего. В твоем сердце опять пусто. Рядом никого. Ты не подпускала к себе мужчину? Может быть, это можно было... Я не подпускала к себе мужчину, потому что я никого не видела, кто бы мог... Ну, с кем бы не было бы интересно. У тебя не было представления, кто должен быть рядом? Какой он должен быть? Я не знала. А тогда, в тот период, тогда оно тебя привело к тому, что ты хочешь. Ты поняла, какого ты хочешь мужчину? Да. Потому что я написала портрет этого мужчины. В смысле написала? Ну, вот села, написала. Нарисовала в смысле? Нет, написала. На бумажечке? Да. На компьютерчике. Вот, наконец-то. И ты села и написала. Он должен быть. Да, он должен быть. Рост 183. Так. Например, там, вес такой-то, глаза такие-то. Так, а характер был? То есть, мне как-то называется, платежеспособный, да? Было у тебя это в строке, платежеспособный-то? Я написала, что этот мужчина должен уметь заработать деньги для того, чтобы обеспечить семью. то есть, либо своими руками, либо придумать, как это организовать. Происхождение. То есть, из какого, там, из какой семьи. Происхождение, национальность, вероисповедание. Возраст. Возраст. Способность к защите. Отношение к детям. Отношение к старикам. Отношение к родителям, допустим, моим, или к моим родственникам. Это тоже важно. Отношение к твоей профессии. Отношение к профессии. Потом отдых, например. Кстати, эту графу я не описала. Она просто. Все сбылось, кроме этой графы. Почти. Сбылось. Если Руслана, он появился в твоей жизни. Вернемся к списку. Список составлен. И затем ты решила идти дальше. В соцсети. Ты зарегистрировалась в Одноклассниках. Ага. Зачем? А я видя, что многие со съемочной площадки бежали к компьютеру и сразу бросались. А ты классики? Я думаю, что такое? Все сходят с ума. А у меня просто не было никакого аккаунта. И я подумала, ну, я хочу понять, что так сводит людей с ума. Интересно. Я зашла туда, и когда я зарегистрировалась, о, боги, началось. Это самое страшное, когда просто вал пошел такой. Писем тебе, да? Писем, желание дружить и так далее, и так далее. Сумасшествие. Многие обижались, говорили, вот, я хотел всем похвастаться, что я с писанкой дружу, там, и так далее. Вот такое писали? Да. И очень много писала мужчин, которые говорят, ну, начиная от мур-мур, не хотела бы... Красивый. Да, да, да. Слушай, красивый, да, давай будем жениться, да. Как ты распознала письмо Игоря среди всех этих писем? Твоего нынешнего мужа? рассказываю. Игорь написал мне в тот момент, когда я лихорадочно искала способ удалиться из одноклассников. Серьезно? Я за это время, я поняла, сборище идиотов, говорю, какое-то, знаешь. Вот, и тут вдруг Игорь. Что написал? Фотография. Фотография. А вопрос был совершенно банальный, который меня приводил в ужас. То есть, и с чем самое страшное меня завел. Вопрос был такой. Руслана, а это вы? Прекрасный вопрос. Замечательный, новый, свежий вопрос. Вот, этот вопрос мне, во мне, дракон проснулся. Я прям, анжалю. Я ответила ему что-нибудь? Я ответила, да, это я. Он говорит, я приглашаю вас выпить чай, на чай. Я говорю, ну, если я буду с каждым пить чай, то мне придется выпить Черное море, сказала я. написала. ой, как ответила. Как ответила. то есть, мол, вообще-то. Вот. Единственное, что я обратила внимание, что он сидел в кафе, сфотографирован, в кафе вместе со своим сыном. Когда что-то он меня спросил, и в этот момент я его написала целую такую вот прям тираду выдала. Тираду по поводу того, как... Ты сорвалась на нем, фактически. Все, вот ты ему сказала, все, что я думаю про него, про его вопросы, про эти все соцсети, про всех мужиков, которые сидят в этих соцсетях, про всех вот этих вот людей, которые прожигают свою жизнь, тратят на ерунду и так далее. Бедный, бедный Игорь. А что ответил он, мы сейчас посмотрим на экране. Хорошо, что он тебе ответил. Интересно. Это очень интересно. Я помню погоду. Я помню, когда все собирались, смотрели. Помню эти анекдоты, которые ходили, да, когда там пол Европы закрывала, росла за своим профилем. Даже не думал. Это все так получилось неожиданно, до сих пор неожиданно. Мы как раз с моим сыном сидели, вернее, включили компьютер, вошли в эту социальную сеть. И я папе говорю, типа, давай посмотрим, там много знаменитостей есть. И такой, ну, папа там, ну, смотрели мы с ним, там, Киркоров, еще кто-то. Листали по этим страничкам. От нечего делать, просто надо было что-то набрать, да, раз мы уж включили компьютер, вот, говорю, давай наберем. И я не знаю, что-то меня так потянуло, именно вот набрать эту фамилию, имя. И выскочила эта плашка, мы начали переписываться. Я, наверное, почувствовал какое-то, какое-то состояние Руслана было, было в тот момент. Она довольно жестко высказалась о всех нас, которые сидят там в экране, которые там что-то пишут, разную ерунду. Я почувствовал, что у нее какое-то, какое-то, что-то на душе тяжело как-то. Вот. И мне захотелось, захотелось как-то успокоить, что ли, утешить. Пришлось поухаживать, да. Мы договорились встретиться в условиях в определенном месте. Вот Руслана, как обычно, опоздала, часика полтора, наверное. Вот. Потом, да, приехала Руслана. Красивая? Очень красивая. Вьющиеся волосы, мокрые, после душа, видимо. Ну, вот. И такая вся воздушная. Папа очень изменился. Я вижу, что он счастливый, и это самое главное. Он постоянно радостный. Я ни разу его не видел, чтобы он был там, не знаю, в печали. То есть, все всегда радостно, и больше позитива я увидел в нем. У меня иногда, я иногда даже ревную. У меня такое чувство, что я начинаю ревновать, потому что у меня мой сын намного легче сходится с Русланой, чем со мной. Было очень много советов насчет спорта, было, ну, насчет учебы, то есть, постоянно меня мотивировало. Я очень благодарен за это, потому что, ну, если бы не она мотивировала, я бы сейчас в школе в Киеве не учился. Все дружелюбно, все слаженно, все делаем вместе постоянно. Мне очень нравится готовить с Русланой пиццу. Самый вкусный винегрет в мире, кстати. Нереально вкусный. Я не знаю, что она туда добавляет, знаете, как, что надо добавить, чтобы получился такой винегрет, и так во всем. И в еде, и в доме. Я обожаю борщ. Она невероятно вкусные котлеты по-киевски делает. Картошку жарит вкусно очень. Ну, счастье будет. Ну, все. Они любят тебя. Очень любят. Эти мужчины. Мне кажется, приятно услышать себе такое. Это важно слышать. Ты же сама говоришь, что мужчина должен говорить. Важно еще успеть сказать всегда, потому что иногда бывает, что люди, когда кто-то умирает, говоришь, ну вот, я не успела сказать что-то хорошее там своему, какому-то близкому человеку. Ты сейчас о папе обратил? Я, да. И как-то вот понимаешь, что где-то как-то ты кого-то как будто бы недолюбил. Но меня, допустим, поразило, что Егор так как-то как-то, ну, не было возможности мне услышать, то есть мы не говорили об этом, о том, как Егор оценивает мое участие в своей жизни. Я не претендую ни на что, но когда я вижу, что можно подрулить в другую сторону, я даже, ну, даже, возможно, иногда мягко, иногда жестко. Потому что я понимаю, что сегодня я объясняю и своим племянникам Марти и Макару, что, ребята, нужно менять все сегодня, потому что потом, когда когда поживете, вы поймете, что нужно было, ведь можно было здесь поменять, да, повернуть в другой поворот. А вы не повернули и потеряли 10-15 лет. А 10-15 лет в нашей жизни это огромный промежуток, это наша жизнь, это каждое ее мгновение, каждая минута, каждая секунда, которая имеет огромную ценность. Давай мы посмотрим, слышат ли тебя Макар и Марта. Ну-ка, ну-ка, чего скажут дети? Руся! А че Руся? Ну, а чего ее называть тетя Руслана? Я уже привык ее так называть. Она чипа дарил, спешит на помощь, всем и всегда. Справедливая, так можно сказать. я не многословен, но это все, что я могу сказать. Если я что-то сделала, она меня наказывает. В каждый раз различно. Если, хотя нет, это не стоит говорить. Папа мой общался с Русей, это его сестра. Они очень похожи. Руся подстрекает папу, папа подстрекает Русю. Они всегда помогали друг другу. Руся помогала папе, папа Руси. Наверное, это было после смерти папы, когда все были сделаны своими делами, заняты, что-то творили, куда-то бежали, плакали, бегали. Руся оставалась сильной и помогала оставаться сильной мне. После ухода из жизни твоего брата в 2012 году ты заботу о Марте с Макаром, о своих племянниках практически полностью взяла на себя. Воспитательно я помогаю. Помогаю, насколько это возможно. Мы стараемся проводить вместе время. Материально помогаешь, ездишь с ними отдыхать, берешь их с собой, да? Да. И отдыхаем, и отправляю в лагерь и так далее. Это твои, можно сказать, кровные родственники. А Егор? Сын Игоря. Ведь уже взрослый парень, и в общем-то ты в его жизни появилась сравнительно недавно, когда он уже формировался как личность. Насколько ты себе позволяешь в этих отношениях тоже прививать какие-то воспитательные моменты? Ну, конечно, с Егором немножко по-другому, потому что он, во-первых, он постарше, во-вторых, ну, у меня как бы по статусу я не могу возможно предлагать ему какие-то варианты развития событий. Ну, как видишь, он это оценит. Егор переехал из Черкасс в Киев, здесь получает образование в школе Олимпийского резерва, он фехтовальщик и саблист, да, по-моему, да, вот так. у него сейчас есть какие-то другие какие-то жизненные планы, и я могу только рассказывать ему о своем опыте, как и другим делом. Я не делаю, конечно, когда идет воспитательная работа, я не делю детей на своих, не своих, они все наши, потому что сын моего мужа не может быть вне семьи, то есть мы одна семья, и тут уже не имеет значения кровность или родство какое-то, то есть мы одна семья, мы в одном доме, у нас есть какие-то правила, и мы все хотим, чтобы у детей получилось жизнь. Для тебя было крайне важно, чтобы твой брат благословил ваши отношения с Игорем. Это случилось, и его не стало через несколько месяцев после вашей свадьбы. Почему это было так необходимо для тебя? Мне кажется, что... Игорь был удостоен, так сказать, этого твоего желания. Раньше ведь так не происходило. Ну, видимо, в этот момент я почувствовала, что мне нужно это благословение. Мой брат очень был человек тонко чувствующий, тонко понимающий. Он хорошо знал меня, хоть подсмеивался, иногда шутил, но это было с детства. Это нормально и абсолютно по-братски между братом и сестрой. И то есть благословение брата для меня было важнее, чем штамп. Вот так я скажу. Это какое-то осознание того, что он за то, чтобы я была с этим мужчиной. То есть он благословил Игоря для того, чтобы тот вошел в семью. и мама благословила нас. То есть она, как самая старшая женщина в семье, приняла зятя и тоже располагает доверием к нему. Вот. Поэтому для меня вообще все очень ценно. Когда семья уменьшается по причине того, что кто-то уходит в мир с женой, все должны как-то поддерживать друг друга. Ответственности ты больше на себя взвалила. Обязанностей тоже. Нужно просто знать меня. Какой я была и какой я стала. Я не чувствую, что я прям вот в этом локомотиве. Я не в локомотиве. Изменила ты это. То есть все-таки локомотив это Игорь. Потому что он четко знает. Вот он у него нужно. Он должен от школы открывать. Как точно понимать чего ты хочешь. Как покорить непокоряемого. Он знает чего он хочет. соответствовать списку желаний. А вот я не знаю чего я хочу. Иногда бывает такое, что у него есть четкий план, а у меня он всегда размытый немножко. По какому плану вы действуете? По Игоря. Серьезно? Да. И когда утро начинается, какой у нас план я раньше падала в обморок от этого вопроса. Я говорю, как? Я вообще не привыкла жить по плану. Нет никакого плана. Я живу, чувствую, что хочу куда-то поехать. Поехала. Не чувствую, остаюсь дома. Хочу сегодня наводить порядок в своих украшениях. Хочу, навожу. Не хочу, значит, навожу. Сегодня хочу рисовать, завтра хочу петь, послезавтра танцевать, послезавтра я хочу почитать новую пьесу или что-то в этом роде. Нет. Ну, конечно же, я немножко нутрирую, но план существует. План существует и иногда просто личный план Игоря переплетается с моими планами. Помимо того, что он любит горы, а ты любишь море, какое еще несоответствие с тем списком, который ты себе писала два месяца про идеального мужчину? Есть одно несоответствие маленькое. Можешь сказать? Я написала, что мой единственный мужчина, любимый, должен хорошо петь. И что? Не поет? Поет, но не хорошо. Игорек, прости. Ну, это ничего. Да, это мелочь. Я уже испугалась. Нет, нет, нет. Научишь. Игорь поет. Музыцируйте по вечерам. Зато он просит, чтобы пела я. И я пою для него. И мне кажется, что это с лихвой компенсирует вот этот маленький пухтик, который я чуть-чуть не доработала. Это была Руслана Пысенко. До встречи. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Маша. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!»